Делаю скорость 250 км в час. Сейчас у меня качество вообще никакующее. Но я лечу стремительно вперед зато. Если был бы сильный ветер, я бы этот ветер прошивал. И сейчас у меня в энергии запасено огромное количество высоты. Я сейчас низко, но на самом деле я высоко с энергетической точки зрения. Главное не зацепиться за дерево летающей камерой. Как оно там интересно отрабатывает. Сейчас можно было бы уже лететь медленнее, но я хочу просто показать вам реально красивый пролет по ущелью. А потом я взмою вверх. А сейчас, видите, да, я прям по рельефу, как ущелье опускается, так и я опускаюсь. Очень может быть страшно это, но зато как красиво. Женя, ты как? Огонь! Молодец! Здравствуйте, глубоковажаемые любители лет и видов спорта! Записываем вам учебный ролик. Очень красивый и очень поучительный. Почему? Потому что я вчера сел без шасси. Третий раз в жизни. Клаус, учитель мой, с налетом в 30 тысяч часов, за 30 тысяч сел всего 4 раза без шасси, а я за свои 9 тысяч часов уже сел 3 раза. Так что уверенно догоняю учителя. Но это, конечно, позор. Почему так получилось, спросите? Было много факторов. Про это сделал я отдельный ролик. Не знаю, что я выложу первое, этот ролик или тот. В любом случае они будут взаимосвязаны. Зуммер сообщает о том, что шасси не выпущено. И я слышу этот зуммер, я понимаю, что случилось. Как вы видите, посадка планера без шасси. Ты, сука, чуть-чуть. Макс, сейчас ты будешь копать. Вот оно, вышло. До движения, вот, все. Как человек, ломавший позвоночник на параплане, жуткий, конечно, случай по моей глупости и молодости, я могу сказать, что очень больно биться фюзеляжем, собственно, собой об землю. А когда ты приземляешься на планере без шасси, то ты ударяешься напрямую фактически позвоночником. Они попытались эти шасси выпустить, и в этот момент получали травму позвоночника из-за сильного удара об землю. Песним шасси. Садитесь без него, и будет вам все хорошо. Одним из факторов было то, что мой студент, Максим, держал скорость, не положенную на посадке, которую он назначил 115 километров, а держал где-то 105. И он еще не отремировал планер, постоянно планер у него вспухал, хотел лететь медленнее. Он с этим боролся, отвлекался, сделал еще ряд ошибок, потом ряд ошибок сделал я. И так мы вместе славно накосячили, что посадили планер без шасси. Учиться нужно, конечно, всю жизнь. Я учусь, к сожалению, на своих ошибках. А хочу, чтобы учились на моих ошибках вы. И сегодня мы очень плодотворно с Максимом и моим учеником Женей общались за завтраком. И Женя рассказал историю о том, как если вдруг не долетаешь до аэродрома, как можно долететь. И он сказал, что нужно прижаться, разогнаться, прижаться к деревьям, пролететь, например, над деревьевами, и потом раз, и уже аэродромы перелететь. Я сначала удивился, я примерно понял, о чем он говорит. И я говорю, наверное, при встречном ветре. Он говорит, нет, не при встречном ветре, просто опуститься, нужно разогнать скорость, и на скорости тогда ты пройдешь. И дальше у нас была увлекательнейшая беседа, за которую мы выяснили, как же действительно правильно делать И просмотрели видео, на котором Женя это делает И в видео была сказана фраза инструкторам абсолютно правильная Если давят нас вниз нисходящие потоки, мы разгоняемся, проскакиваем над деревьями и попадаем на аэродром Мы допустим, вот это мы не долетаем, что мы делаем? Выбираем все и давим в сторону Понял? Да Давай, ступ управляем, без закрыток, без закрыток, давай, ступ управляем Еще, 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 выравниваем, выпусти еще интерцепторы Здесь абсолютно все верно, потому что нисходящие потоки или встречный ветер, это то, что можно прошить на скорости По сути, будет об этом ролик А чтобы ролик наш был интересным, вот видите озеро, у него есть плотина И я буду снижаясь над озером максимально низко над плата Проскакивать непосредственно над плотиной, уходить в это ущелье По этому ущелью, в общем, куда-нибудь дальше лететь Все это вы увидите на малых высотах А чтобы нам было еще интереснее, друзья Посмотрите, что у меня лежит Наша летающая камера Я ее выпущу за борт И дальше мы начнем Какой мой план? Я вам продемонстрирую, что можно снизиться Это реально плата Вот там, куда крыло показывает Мы опустимся до высоти порядка 100 метров И потом я буду пробиваться на высокой скорости через озеро Дует ветер Как вы видите, ветер дует как раз Нам будет встречный Если я буду лететь медленно Я не пройду плотину В данный момент это, конечно, имитация Можете за меня не переживать Но если бы дул сильный ветер То если бы я попытался пролететь Со 100 метров, например Находясь вот в какой-нибудь вот этой точке То ветер бы уменьшал бы мою скорость Относительно земли А снижение оставалось такое же А то и больше Нисходняки же еще есть И я бы мог не долететь до плотины А так я долечу Ну и потом я вам с воздуха расскажу Небольшую лекцию О влиянии ветра и нисходящих потоков На качество планера Камера пошла Скорость пониже Итак, представим, друзья Что мы здесь оказались низко Но чтобы реально оказаться низко Я выпускаю воздушные тормоза Чтобы действительно оказаться пониже Вот сейчас я их закрываю Вы знаете, я сам трус Я не трус, но я боюсь Так, мы сейчас на 120 км в час летаем Моя высота на текущий момент Над долиной небольшая Метров 150 То есть не искомые 100, которые я вам хочу показать А все-таки несколько выше Но я, друзья, тоже не хочу рисковать Ни жизнью, ни планером Поэтому начну в этот раз проход На высоте все-таки побольше А потом мы можем постепенно Так сказать, ниже и ниже оказаться Вот сейчас кажется, что мы озеро, допустим, не перелетаем Вот я опускаю нос Разгоняюсь 200 км в час Я вижу, что я все-таки слишком быстро Не получится у нас ролика Я на 200 перевел И вижу, что оставшиеся 50 метров Я не смогу прижаться полностью к глади озера А в этом случае ролик теряет смысл Меньшает восходящий поток Который над склоном работает Видите, когда надо, хрен снизишься Давайте отлетим подальше от озера 150 попробуем здесь заранее снизиться И сейчас просто как бы за счет плохого аэродинамического качества Сбросим немножко энергию Вот сейчас я иду вперед На скорости 200 км в час Качество аэродинамическое посредственное Как вы понимаете Но я его еще ухудшаю Делаю скорость 250 км в час Сейчас у меня качество вообще никакующее Но я лечу стремительно вперед зато Если был бы сильный ветер Я бы этот ветер прошивал И сейчас у меня в энергии запасено огромное количество Как бы высоты Я сейчас низко Но на самом деле я высоко С точки энергетической точки зрения Главное не зацепиться За дерево летающей камерой Как она там интересно отрабатывает И сейчас мы по ущелью дальше двигаемся Сейчас можно было бы уже лететь медленнее Но я хочу просто показать вам Реально красивый пролет По ущелью А потом я взмою вверх За счет чего я взмою вверх? За счет того, что я превращу Мои 200 км в час в какую-то высоту А сейчас видите, да Я прям по рельефу Как ущелье опускается Все-таки я опускаюсь Очень может быть страшно это Но зато как красиво Женя, ты как? Терпимо, да, грани Огонь? Ну да Вот, друзья, смотрите Я хотел еще низко пролететь Показать вам ухо Вот это вот специальное место Где, видите, стоит ухо Которое играет музыку на скалу Скалу я вам сейчас покажу А скаловод, она таким цирком Играет музыка Отражает, так сказать, куда-то вниз И люди слушают Вот этим ухом музыку И сейчас наша задача будет выпарить Потому что мы слили всю высоту, естественно Я, скорее всего, подумаю над тем Как повторить проход А может не повторю уже И так хватит Может вечером Посмотрите, какая красивая деревушка Волшебная совершенно Я вам категорически рекомендую это место Там везде в ней цветут цветы Очень красивые улочки Вот она сверху не смотрится так Как она смотрится на самом деле А где я буду набирать высоту? Я вот сейчас на вот эти холмики прыгну И на них наберу Если нет, то мне хватает высоты Дойти до аэродрома И там перезапустить движок Да Высота, конечно, ниженько Видите, друзья, с какой высоты можно пытаться выпаривать Почти втыкая Трелоп лайнера В планету Видите, чего нам стоит съемка роликов Для мечты летать? Оказываемся на малой высоте Боремся Ну, Женя, это наука Я продемонстрировал вам Как избыточный расход энергии За счет скорости Может не позволить нам, например, долететь до аэродрома То есть обратная ситуация То есть Женя рассказывал Чтобы долететь до аэродрома Надо скорость увеличить Как можно больше А я вам сейчас показываю Что мы не долетаем Потому что на высокой скорости У нас качество было в районе 20 И мы сожгли всю высоту Вот так Бас, и сожгли И сейчас мы долетаем до аэродрома Буквально, чтобы на него плюхнуться Исключительно, если будем держать скорость Там где-то 115 км в час Медленно Вот сейчас, допустим, в плюсик Я скорость вообще уменьшаю до 100 Вот Попытаюсь в этот Зайти в центр потока Но Не уверен, что здесь что-то будет Почему на малой высоте тяжело потоки брать? Да потому что Уже Они не успевают разогнаться от земли Поэтому мы просто выпустим мотор Сейчас для безопасности И заодно покажем вам Как Как это делается Топливный кран открыт Да Хорошо Закрылок в этом случае на 5 Даже на 10 И запуска Все, вуаля Чуть-чуть прогреть И выключаем двигатель У нас остановился И чем мне нравится, конечно ДК-500М В том, что винт убирается автоматически Сейчас он найдет вертикаль Сам Оп Сам пошел убираться Конечно Очень удобно То есть пилоту не надо делать ничего От слова совсем Все Друзья Вот такая магия Жень Закрывай топливный кран Выключай питание двигателя Он уже убран Мы в устойчивом восходящем потоке Порядка 2 метра в секунду Высоту в принципе Можно не набирать Можно повторить еще раз Проход над озером Но я хочу дать полетать Жене Заодно вам рассказать теорию Итак, перед тем, как мы повторим Наш волшебный проход еще раз А я хочу повторить Я вам расскажу саму идею В чем идея Перелететь то, что вроде как Перелететь не можешь За счет скорости Как это может сработать Дело в том, что очень часто путают Вообще у планера Аэродинамическое качество Вот, например, у этого 46 И оно такое 46 На скорости, допустим, 115 км в час А если планер летит быстрее То его аэродинамическое качество падает И, например, у этого планера На скорости 150 км в час Качество будет 35 А на скорости 200 Оно может упасть до 20 То есть это уже летит планер Сами понимаете То есть так он меняет 1 км Допустим, на 47 км высоты А когда летит на скорости 200 Он с километра пролетает всего 20 км Разница существенная Почему так происходит? Ну просто потому, что Когда вырабатывается на крыле подъемная сила Вырабатывается сопротивление Это процесс неизбежный То есть подъемная сила сопротивления Ну хотя бы подъемная вырабатывается А фюзеляж, оперение Все остальные части планера Вырабатывают сопротивление Как до 120 км в час Так и на 200-х Но на 200-х они вырабатывают Значительно больше сопротивления И именно поэтому Качество планера падает То есть вот вам простейшее объяснение Растет сопротивление всех частей Крыло как вырабатывало подъемную силу Там равное весу планеру Так и вырабатывает Что на 100 км в час Что на 200 км в час Без разницы Но все остальное вырабатывает Значительно большее сопротивление Собственно и крыло тоже сопротивление Больше вырабатывает Потому что профиль Эродинамический Оптимизировал Под некоторую скорость Ну там вот Как раз в районе 115 км в час А дальше По мере роста скорости Качество профиля Тоже ухудшается И как раз закрылок Поверхность на крыле Которая отклоняется На высокой скорости вверх Делает профиль таким С-образным Закрылок и помогает Увеличить эродинамическое качество На высокой скорости Ну не буду вас сейчас путать К нам подстраивается планер Видите как надо подстраиваться Не по касательной Но это СК-21 Он понимает что Вот там скорее всего Свой студент И они Имеют некую Свою идею Что они сейчас хотят Там налетать Смотрите как хорошо подстроился Все видите Сейчас мы В одной спиральке Друг дружке не мешаем Он меня видит Я его вижу чудненько Вы скажете Игорь А что за глупость Тогда с высокой скоростью Почему ты если куда-то хочешь долететь Должен лететь быстрее Так меньше же качества Меньше шансов долететь Правильно друзья Но мы же не говорим О этих сферических конях В вакууме Мы говорим о реальной жизни А в реальной жизни Мы сейчас в восходящем потоке А помимо восходящих потоков Бывают нисходящие А помимо штиля Бывает ветер Планер который имеет качество 50 При очень сильном ветре Ну представьте что вы летите Со скоростью 100 км в час Например на планере И дует ветер 50 км в час Сколько вы пролетите С километра При качестве 50 Ну 25 км Потому что за то время Которое вы будете лететь Вас будет Сдувать Соответственно у вас реальная скорость Относительно земли Останется в два раза меньше Соответственно вы пролетите В два раза меньше Вот вам простейший пример То же самое с нисходящими потоками Представьте что вы на планере Снижаетесь метр в секунду Ну что соответствует обычной норме И если вы начнете снижаться Попадете в нисходящий поток И начнете снижаться Не метр в секунду А два метра в секунду То опять же вы Вместо 50 км На которые вы рассчитывали Вы пролетите 25 км Поэтому планерист Способен увеличивать Качество относительно земли Увеличивая скорость В нисходящем потоке Простой математический пример Представьте что мы Летим на планере На скорости 100 км в час Попадаем в сильный нисходящий поток Вариометр показывает минус 3 Что это значит Что у нас метр в секунду Своего снижения И еще 2 метра в секунду Нисходящий поток Мы решаем Ага Хотим эту гадость пролететь быстрее Увеличиваем скорость планера До 200 км в час Могу вам примерно сказать Что в этом случае Планер будет снижаться Не 1 метр в секунду А 2 Летим В 2 раза быстрее А снижаемся 2 метра в секунду Нисходящего потока И 2 метра в секунду Наша скорость снижения Итого имеем 4 метра Но всю эту гадость Пролетаем быстрее И все это Значительно усиливается По мере роста Нисходящего потока При 5 метровом Нисходящем потоке Там скорость 200 км в час Это прям так и должно быть При слабеньком Нисходящем потоке Естественно Вот эта разница Будет уже не такая большая Нет смысла Сильно уж давить Так вот Ручку от себя То есть гнать скорость Но Я надеюсь Идею вы поняли А то же самое Со сильным встречным ветром Ну представим Самую примитивную конструкцию У нас 100 км в час Летит планер И 100 км в час Дует ветер Куда мы улетим? Да никуда Мало того, друзья Сейчас крыло показывает На аэродром А за аэродромом Горка Арамбр Так вот Иногда в нашей долине Дует такой ветер Что планер Останавливает на аэродроме На взлете При скорости 100 км в час И однажды был момент Когда меня начало Сдувать на гору Арамбр Потому что на планере С мотором Я не могу На взлете с мотором Держать скорость Больше 110 Меня потащило назад Спиной На Вот эту вот Гору И я Змейкой туда подошел Там естественно Был Сильный восходящий поток Я сразу же Заглушил мотор Увеличил скорость До 140 км в час И преспокойно Выпарил Но вы понимаете Тенденцию Что такое бывает Однажды здесь В горах Я встречал ветер 150 км в час И весь наш Маршрутный полет Выглядел конечно Очень смешно Мы набирали в волне После чего Делали скорость 250 Но летели Относительно Земли Всего лишь 100 км в час Немножко пробивались вперед За несколько раз Там находили Следующую волну Далеко мы в тот день Не улетели По поводу сильного ветра Когда-то давно Как и вы все Кто учится летать Летал на Учебном планере У меня это был Бланик Первым делом Мой инструктор Юрий Александрович Кузнецов Научил Говорит Волков Если ты вдруг застрянешь В ситуации Что будет сильный ветер И ты Привычно выполнишь Четвертый разворот Так же далеко Как обычно То у тебя там Со 100 метров Есть шанс Большой на Бланике Не долететь до аэродрома Поэтому во-первых Если сильный ветер Надо ближе к аэродрому Делать четвертый А во-вторых Просто можно Использовать такой прием И он показывает Мы подходим К четвертому Дует действительно Достаточно сильный ветер Там метров 8 секунд дуло И он берет И вдруг вот так вот Мордой вниз Ныряет Прям к картошке К картофельному полю Над этой картошкой Несется на высоте Ну не знаю Там мне казалось Что шубуршит картошка По нашему фюзеляжу И так чпок Аккуратненько Долетает до аэродрома Раз и приземляется Вообще все красиво При этом я видел И смотрел Но он естественно Там сымитировал ситуацию Частично Но вот я думал Что точно нам Не в жизни долететь До нашего аэродрома Уже с такого удаления С такой высоты Он показал Что это можно делать И потом Когда я учил В свое время Шевельно Летать ребят Я своим студентам Показывал Вот этот вот Приемчик Там как раз Такая интересная Дорожка была И мы имитировали Упражнение Обрыв троса На малой высоте И дальше я нырял Делал разворот Нырял к грунту И вот так по грунту Дотягивал до аэродрома Чем вызывал Немоверный восторг У всех студентов Потому что Это действительно Очень интересное Очень полезное упражнение Естественно Повторю Что это имеет смысл Делать Если дует ветер В противном случае Это бессмыслица Опять же Один из ярких примеров Когда я летал в Орле Мне дали студентку Лену Томашпольскую Привет Привет Она в свое время Училась у меня В летной моей школе На парапланах летать И потом научилась На планерах летать Ну характер у нее Был такой достаточно Как сказать Она Я сама Я все сама Но когда она научилась Летать на планере Немножко побаивались Выпускать совсем уж саму И сажали Софити у инструктора То есть я должен был сидеть И ничего не делать Ну и конечно Первое что она сделала Попыталась обогнать Вильгу На что буксировщик Карпач сказал Леночка Обгоняют Не с правой стороны А с левой вообще Обычно Но она молодец Там подскользнула Правильно Все там Отстала от букса Ну и потом Опять же В одном из этих полетов Был сильный ветер Достаточно Я говорю Лен Ты не долетаешь До аэродрома Если не увеличишь скорость Нет Я говорю Не хочу лететь быстро Если я быстро лечу Я быстро снижаюсь И значит Я до аэродрома Не долечу Я говорю Лена Неправильно Потому что Если ты медленно летишь Тебя за это время Сдувает ветром Попробуй об этом подумай Только давай После посадки Она говорит Нет Я долечу Ну все Ты пилот Ну в конце концов Мы в картошку сели Ничего там страшного Ты пилот Ты решай И когда она уже увидела Что ой-ой-ой Не долетает Она говорит Ай-ай-ай Переуправление Я говорю Хорошо Я соответственно Убираю закрылок Закрылок в такой ситуации Вообще не надо было выпускать Если не долетаешь Но она как положено По инструкции Выпустила закрылок Убираю закрылок Одновременно Естественно Друзья Если убираете закрылок Нужно сначала опустить нос Потом убрать закрылок Убираю закрылок Разгоняюсь в пикировании Выхожу на картошку И как меня учил Мой инструктор Юрий Саныч Дотягиваю до Плюхаюсь на самом начале поля Довольный и счастливый И мы еще потом Планер толкали Чтобы добраться до буксировщика Женя ругается Что у него ничего не получается Но он же висит Видите Не теряет высоту У тебя все хорошо И ты учишься летать Близко к рельефу Ты не боишься сейчас рельефа Согласен? Ну типа того Ну типа того Ты не боишься малой высоты Почему друзья Важно не бояться маленькой высоты Ну потому что нужно Бояться не высоты А маленькой скорости Я вам сейчас покажу Бояться друзья Нужно не высоты Маленькой над рельефом А скорости Вот вчера например Когда вот эта вот ситуация Была с Максимом И мы сели без шасси Одно из То что делал Максим Он неправильно Оттримировал планер Ну вот Например смотрите Вот он триммер Я сейчас Ставлю его на пикирование Видите планер все вспыхает Он хочет потерять скорость Если я Отпускаю ручку Вот он пытается Потерять скорость А внизу вообще-то У нас скалы острые И у Максима все время И у Максима все время Не получалось эту скорость Держать там 115 км в час Как я ему дал Ему надо было просто Триммер переставить На пикирование И дальше вот смотрите С брошенной ручкой Планер спокойно наберет Эти 115 км в час И прекрасно полетит На 115 км Сам То есть ручка у меня брошена Вот так и должен быть Планер Отбалансирован И вам не нужно будет Бороться за эту скорость На мою команду Макс набирай скорость Он никак не хотел Отдавать ручку от себя И потом при разборе полета Я спросил Максим Ну почему У тебя же скорости не было Ну нужно отдать Он говорит Я боюсь земли Я боюсь земли Я боюсь У тебя 100 метров над землей Вот друзья смотрите Я тоже боюсь земли Но я вот беру Набираю скорость И теперь у меня планер Полностью контролируется Я истребитель Который на скорости 200 км в час Может носиться И выполнять тут Любые пируэты Что там Сжаться к грунту Не знаю Там облизывать скалы Проскакивать между елочек То есть Я полностью контролирую Этот борт За счет огромной его скорости И от того Что он отзывается На мое Мельчайшее движение И я ничего не боюсь Я не боюсь Потому что у меня есть скорость У меня есть энергия И теперь если я ручку Потяну на себя То я эту энергию выплесну И опять выйду На приличную высоту Как вы видите Все просто до безобразия И я думаю Второй раз Нам нужно обязательно Выполнить проход Посмотрите Как хорошо видно Как дует ветер Со стороны плотины Вот Меня всегда так же Клаус Учил Определять ветер Он говорит Игор Смотри ветер Всегда по дымам По плотинам По озерам Почему угодно Ты должен знать ветер Ветер Не разучился летать Не разучился летать Так вот Клаус свой экзамен Не сдал У немецкого инспектора Увлекательную историю Я вам расскажу чуть позже А сейчас буду выпускать Летающую камеру Ну кстати действительно Мы низко Я сейчас сильно думаю Надо ли нам Проходить так Друзья Ну сейчас действительно Мы низко От слова совсем Поэтому Смотрим Пройдем? Нет? Я даже сам Начинаю сомневаться Стоит ли тут Устраивать Такой эксперимент Нормально Вот сейчас Я бы сейчас Отвернул Еще секунду Отвернул бы Ну вот скорость 200 Ну вот скорости Не так уж и много Поэтому Слокствовать не будем Так низко Я еще не проходил Ни разу Вот сейчас 220 Нормально Оп Опять Ухожу по ущелью О Скала наша Ой И вот сейчас я В отличие от прошлого раза Не буду вам показывать На малой высоте гонку Сделаю скорость 150 Посмотрю на снижение Метра в секунду И пойду медленно Чтобы попытаться Сэкономить энергию И прийти все-таки Как можно выше К холмам На которых мы можем взять энергию Я второй раз Не хочу двигатель запускать Живехонько Как вы видите Женя Уверенно Набирает высоту И Насколько мы выше В этот раз оказались Ну понятно Что метров сто Он уже наковырял Пока я камеру доставал Но сам принцип То есть видите В этот раз Двигаясь не так быстро Точнее Над озером Мы двигались так же быстро Ну там Не 250 Мы двигались 200 Ну то есть у нас энергия В любом случае Над озером было больше В первый раз Чем во второй Но За счет экономии энергии На оптимальной скорости Мы шли Сюда Мы пришли повыше И в этот раз Выпарили Когда они запустили движок Вот вам наглядно Разница Что не всегда Нужно лететь Уж очень слишком быстро Нужно обоснованно лететь Обоснованно быстро Прощаемся мы с нашим озером Потому что решили Пойти по маршруту Наша цель Сейчас вот куда крыло Показывает Пересечь долину И уйти на зону паркура Слетать на озеро В общем уже Будет куча развлечений И туда мы пойдем На определенной скорости Сейчас скорость На переходе Мы будем использовать 150 км в час И вы спросите А почему 150? Я взял ручку Смотри Видишь Как она орет Когда непосредственно угроза Ой какое страшное место Мой учитель Класс Ольман Всегда говорит Игорь Ни в коем случае Не входи В сплошные осадки Мы возвращаемся С пустыни Калакаре И чпок Вот такая вот завеса Видно что От горизонта До горизонта Дождь И вот здесь например Над озером Видите дырочка Вот через которую По идее Можно было проскочить Если вы дырочку видите То да Наверное имеет смысл Проскакивать А если дырочки нет То лучше запасной аэродром И вот я словил Эти минус 11 А я только зашел И вышел И я уже с трудом Дотянул до аэродрома Насколько все брачно бывает Я вам сейчас Быстренько покажу На озере есть посадочная площадка Я на нее как-то Проземлялся один раз Это град Теперь смотрим поляны На которые мы можем приземлиться Можно сюда сходить на экскурсию Забраться на крепость Оп Смотрите-ка Насколько сильно Планер опустил нос Спокойствие И только спокойствие Субтитры сделал DimaTorzok